Привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Ермаков. И вы не поверите, что у меня есть. Это коробочная версия Windows 11. Официальная, легальная, лицензионная. Вот даже тут наклейка есть. И голографическое изображение от Microsoft, на котором есть ссылка на сайт howtotel.com, который позволит узнать статус продукта и сообщить, если вдруг тебе прислали что-то пиратское. Все надписи здесь на русском языке, мы еще сзади почитаем, но написано здесь что? Origin, Ирландия. То есть получается, что для российского рынка это все собирают в Ирландии? Данный продукт был предоставлен магазином salesoft24.ru Salesoft24.ru – крупнейший поставщик оригинальной продукции Microsoft в России. Windows, Office, решение для сервера, Vizio и даже антивирус Касперского. Широкий ассортимент, гарантии, бессрочная лицензия, быстрая доставка по всей России, круглосуточная поддержка. Оставь заявку до 31 января и получи скидку 25%. Сканируй QR-код на экране, чтобы сделать заказ прямо сейчас. А по промокоду Ермаков ты получишь скидку в 5%. Сегодня мы эту коробку распакуем, посмотрим, что представляет из себя легальная оригинальная винда, которую ты, дорогой друг, обязан покупать, а не скачивать с торрентов, с интернета и потом левыми активаторами. А затем мы найдем подходящий компьютер и установим вот эту винду. Но перед началом хочу объявить благодарность спонсорам данного видео. Артемий Данилин, Фредди Моррисон, Терти Драйвер, UDM The Sound, Кир ВЛ и Артем. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, отправляй любую сумму на мой донейшн-алерт. Ссылка в описании. А кто закинет 100 рублей и больше, попадет в 3 следующих видео. А чтобы не пропускать ничего важного из моей жизни, а также анонсы к новым видео, подписывайся на мой телеграм-канал. Также я веду свою деятельность в группе ВКонтакте. И на российских видеоплатформах, там можно посмотреть, что называется, хорошо забытое старое. То есть то, что вышло от 4 до 6 лет назад, чтобы освежить в памяти. Вспомните, как это было. Заходи, все ссылки в описании. Перед тем, как распакуем, сначала посмотрим, что у нас по краям коробки. Ну, по крайней мере, тут ничего интересного. UKK, Windows 11 Pro. Прям можно подумать, что это книжка какая-то. Вот этот текст, он мне прям очень доставил. Вот когда я стал вчитываться, я понял, что что-то какой-то кривой перевод. Вот, самое главное, что не китайский. Предназначен для гибридной работы, мощный для сотрудников, совместимость для IT, безопасность для всех. Мне кажется, здесь все предложения должны состоять из прилагательных в начальной форме. То есть предназначены для гибридной работы, совместимы для IT. И, наверное, самое мёное. Получите все функции Windows 11. Домашняя, домашняя. А у нас Pro. Не думал, что в Ирландию каким-то образом затесались кривые переводчики. Хотя, может, это и вообще не переводчики. Даже Microsoft у себя на справочных порталах, например, это может быть виртуальный учебник по языку C-Sharp, указывает, что данная статья может быть переведена средствами машинного перевода. Я думаю, что удивляться не стоит. Простая и мощная конструкция помогает улучшить продуктивность и фокус. Это же какой-то бред. Работает в существующем приложении, бизнес в любой точке мира. Вот здесь. Если ваша система не смогла установить Windows 11, когда предлагалось бесплатное обновление из-за системы, требования, вы не сможете установить эту версию. Это же что-то прям вообще непонятно. Я даже не знаю, какое здесь обновление Windows 11. Ну и так, напоследок скажу, что коробка оказалась гораздо меньших размеров, чем я ожидал. Я думал, она будет раза в два больше, хотя вот начиная с Windows 8, наверное, там уже лежит не оптический диск, кто ими еще пользуется в 2024 году, и там лежит установочная флешка такая. Что, теперь пришло время ее распаковать. Она уже тут целые сутки лежит. Я вообще не трогал ее. Она ждала своего часа. Достаем нашу замечательную коробочку. Вот такая коробка у нас получилась. Это просто обложка от нее. Давайте распаковывать. Добро пожаловать в Windows. Сначала нас встречает вот такой незамысловатый буклет. Я так понял, вообще не отделяется. Windows позволяет делать меньше шагов. Временная шкала. Здесь вроде бы никакого кривого перевода нету. Так выглядит меню пуск. И все, больше тут ничего нету. Вот та самая флешка. Сейчас я ее таким вот образом достану. Она такая мелкая. И такая твердая. VIN 11 Home Pro русская. Прям немножко нестандартно она выглядит. Я думал, что здесь будет такой выступ, который прям надо вставлять. А если взять переходник, который я использую со своим Mac, то выглядеть это должно примерно вот так. Ну, допустим, да. Эту флешку мы пока уберем. Главное ее вот не потерять. Она прям очень таких маленьких размеров. Что-то сродни карте памяти. Ознакомимся с документацией, которая здесь находится. Все, больше тут ничего нет. Руководство по продукту Microsoft. Бумажные инструкции. Обычно такие инструкции уже на дисках предлагают. Но в крайнем случае она может находиться и по этой флешке. Тут она прям на всех языках мира. Я вспоминаю, когда мы в детстве покупали что-то новое из бытовой техники. Там всегда было вот такое. Русский, Румыния. А где на русском-то? На русском тут есть. А, ну это как обычно. Не утилизировать, не давать людям до трех лет. Неправильное использование может привести к трагическим последствиям. В общем, как на всех языках мира написано. Пролетарии всех стран соединяйтесь. И год, обратите внимание, 2019. То есть майки уже как-то не обновляют документацию свою. Ну и то, без чего обходиться нельзя. Вот такая картонка. На оборотной стороне которой находится ключ продукта. Ключ у каждого уникальный. Активировать винду ты можешь только своим ключом. Я не буду его показывать, потому что любой после этого может использовать. И дальше эта сборка как-то уже по рукам пойдет, что будет немножко неправильно. Не теряйте этот ключ продукта. Он может пригодиться на случай переустановки винды. Хотя в последнее время активация сошивается в сам компьютер. И у меня на фоне этого возник вопрос. Если я жесткий диск от этого компьютера в другой переставлю, то активация слетит? Что вы думаете по этому поводу, можете в комментариях написать. Итак, ну думаю с анбоксингом мы закончили. Теперь пришло время пойти за компьютером и начать установку с вот этой штучки. Я кстати еще обратил внимание. Почему у них опять все криво? Почему у них написано Windows Pro? Какая это версия? Какая-то новая, о существовании которой я не знаю. Просто Windows Pro 10, 11, 8, 1. Непонятно. Строго говоря, у меня в парке нет компьютеров, которые полностью отвечают системным требованиям Windows 11. Поэтому, что нам придется делать? Для начала посмотрим содержимое флешки, как корневой каталог установщика винды. Вы все это знаете. Судя по дате 2023 год, тут уже обновление 22H2. Возможно с какими-то накопительными моментами. Объем флешки составляет 16 гигабайт, из которых занято около 5. Нормально. Интересно, она защищена от записи? Но сейчас я, конечно, проверять-то не буду. Воспользуемся виртуальной машиной, маковской, под названием Parallels. И будем устанавливать туда. Я обычно виртуалки у себя не храню, но так как ставлю лицензионную винду, буду ее для экспериментов разных использовать. Вот эту галку поставим. Установить систему вручную. Дальше. Ну давай продуктивити здесь выберем. И назовем вот так Windows 11 ярлык на рабочем состоянии. Будем создавать. Мне кажется, Parallels как-то более для Mac адаптирована, чем в MWare. Ну давай сделаем. О, не удалось подключить видеокамеру. Да пофиг на это. И разворачиваем во весь экран. И да, судя по крутящимся уже не тошкам, какая-то полоска круглая. Действительно, здесь обновление 22H2. Я вообще думал, что это RTM. Да что с этой видеокамерой? Не нужна она мне. Если бы она была ввесена до 24 февраля 2022 года. Вы даже не представляете, сколько я потратил времени для того, чтобы добраться наконец до этого окна. Не знаю, с какого раза у меня получилось на виртуалке загрузиться. Проблема была в следующем. Показывается логотип Финды. Какое-то время проходит. Вот этот кружок крутится долго. И там синий экран смерти происходит. С кодом driver.pnp.watchdog. То есть стоит какой-то тайм-аут, по которому должны загрузиться все драйвера. По неизвестной причине этого не произошло. В плане виртуалки. Но у меня, к сожалению, нет компьютеров, которые были бы нативно совместимы с Windows 11. Я вот уже настолько привык к Macу. Сижу на нем уже шестой год. И про ноутбук из Windows у меня как бы вообще начисто все забыто. Самый свежий из моего парка ноутбуков, и то им пользуюсь сейчас не я, 2012 года выпуска. Соответственно, никаким системным требованиям он соответствовать не будет. А мы дошли до окна с вводом ключа продукта. Берем вот эту нашу карточку. Я приостанавливаю запись, чтобы вы этот ключик не видели. И ввожу этот самый ключ. При подключении к интернету Windows будет активирована. Далее принимаем лицензионное соглашение. Тут что, выборочное. Выбираем наш чистый диск. И все, далее. Ждем пока установка закончится. Перезагрузка. Так, ну и что у нас будет дальше? Ну, что-то пошло. На самом деле, если кто не знал, после первого этапа установки флешку-то можно убрать. Дальше она продолжится сама, без нее. Никаких файлов оттуда не надо брать. Флешка какая-то проблемная оказалась. Тоже вот этот крутящийся кружок долгое время был. Я флешку отключил, и дальше оно само пошло. Вот же ж китайцы нас собирали, конечно. А ведь кто-то будет это устанавливать на реальный компьютер. Я, кстати, проверил, на эту флешку данные записываются. Маковская файловая система создает там всякие похожие файлы с точкой в начале. И папки в 7D и что-то подобное. А если так, то эта флешка, получается, спокойно форматируется? Это не есть хорошо. После перезагрузки мы уже почти на месте. Оказывается надпись. Подождите. Точно такая же анимация. Первоначальная настройка с немножко большим шрифтом, но это пустячок. Это все можно настроить потом. Это все правильная раскладка клавиатуры. Не будем добавлять другую. Теперь нас требуют подключения к интернету. А его у нас тут нет, что ли? Оно же должно быть. Вот у меня нетворк адаптер на месте. Можно провернуть вот такую штукенцию. Нажимаем Shift плюс F10, чтобы вызвать командную строку. И пишем сюда команду UB Bypass NRO. После этого произойдет перезагрузка. Никакой настройки сети понадобиться не должно. Вернее, снова появится эта страница, но там будет кнопка «У меня нет интернета». И будет предложено создать локальную учетную запись. Этот образ, он как бы вообще без драйверов под конкретное оборудование. Что уж говорить там про виртуалку. Эти все драйвера надо будет дополнительно докачивать из интернета. Возможно, при помощи другого компьютера. Ну и вот появляется волшебная кнопка «У меня нет интернета». Пора продолжить ограниченную установку. Кажется, в обновлении 23H2. Вот уже в самом последнем. Нет такого. Параметры конфиденциальности опять. Принять. Привет. Подготовка для вас. Почти готово. Вот почему-то нет у меня здесь сетевого адаптера. Сейчас я разрешение экрана сделаю лучше. Потому что оно тут прям вообще. Параметры экрана. Масштаб 125%. Откуда он взялся, блин? И 1440 на 900. Сохранить, конечно. Да почему опять 125? 100. Вот мне нормально вот так. Сейчас заглянем в WinWare. И вот видим 22H2. Как раз таки. Дальше у нас идет этот компьютер. Тут ничего интересного пока нет. Почему-то вот сети нет у меня. Сейчас попробуем установить виртуальные драйвера. Parallels Tools. Может после них у нас интернет появится. Оп! Установил дополнение и сразу интернет появился. И так как это виртуалка, синхронизировались все мои файлы, которые на рабочем столе у меня. Параметры сети интернета. Вот Ethernet подключение установлено. А самое главное это что нас интересует? Активировалась винда или нет? Активно. Все, наша Windows активировалась по интернету после ввода корректного ключа. Ну и что теперь получается? Можно работать на легально приобретенной винде. Что ж, на этом я, наверное, с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в наши социальные сети. И ждите новые видео. С вами был Ермаков. Пока. На связи через камеру. Иксо. Субтитры сделал DimaTorzok